всем привет дорогие друзья на связи добрый и это третье видео в тематике будни админа ну и по традиции ссылка на дискорд сервера в описании ну а я же хочу вас попросить перед просмотром поставить лайк и подписаться на канал если ты еще не подписан а по окончанию просмотра оставить комментарий стоит ли продолжать снимать видео в данную тематику располагайтесь поудобнее и мы начинаем первая часть видео посвящена новоприбывшему сталкеру с позывным михалыч так совпало что совместно с его появлением активировались мутанты в деревне к северу-востоку от карьера так как охотника не оказалось на месте да и новичку в зоне нужны были деньги да и в целом управляла жажда наживы поиск приключений на пятую точку но он без лишних уговоров согласился на эту работу даже не поинтересовавшись какие мутанты там обитают смотрим что из этого получилось многие сталкера не имея нужной подготовки знания и амуниции соглашаются на работу эту зону ослепленные своей алчностью и в таких случаях либо о них больше ничего не слышно и они становятся одним из призраков зоны или зона дает им шанс одуматься и с тяжелыми испытаниями выйти живым за их пределами большинство тех кто выжил после первого похода никогда больше не возвращались в это место полное смерти страха и нечисти а некоторые наоборот смогли романтизировать образ зоны превратив ее в смысл жизни кем же станет наш герой как выяснилось в ходе зачистки деревни помимо привычных мутантов здесь поселилась целое семейство тарко которая была очень недовольна что их потревожил невежда просто так их отстрелить не удалось у михалыча закончились патроны и его старая двустволка уже годилась разве что как украшение о стены но неожиданно для него зона оказалась благосклонной и вывела его на дом в котором лежал тайник из прошлой жизни с импортным автоматическим дробовиком и запасом патронов теперь у него появился шанс не только выйти в живую зону но и закончить работу только смекалка везение мужество и конечно же поддержка зоны помогло ему остаться в живых и Продолжение следует... Продолжение следует... Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. Известно, что она работала тренером по водной гимнастике в бассейне Лазурной. После эвакуации города о ней не было ничего слышно. В ходе поиска информации и следов Марине, они выяснили, что у нее были отношения с неким Владимиром, жившим на северо-западе от припаде. Посмотрим, что еще смогут выяснить наши друзья Марине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Огромное количество монстров, пар со свинцовым привкусом, исходящий из-под земли. И все ради того, чтобы хотя бы немного продвинуть свое расследование. В руинах им удалось найти записную книжку, в которой было сказано, что Владимир является военнослужащим, и его воинская часть находится на северо-западе зоны. Также стало известно, что Владимир принимал активное участие в ликвидации аварии на ЧАЭС и получил огромную дозу облучения. Решив побольше узнать о Владимире, в надежде, что информацию о нем может вывести на следы Марины, они отправляются в военную часть, где он служил. Что же произошло там, и какую информацию они отыщут, вы узнаете в следующем видео. Всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Отдельное спасибо тем, кто ставил лайки. Любой игрок данного сервера может стать героем видео. До встречи на территории Чизоа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok